В спортивном зале «Чайка» состоялось торжественное открытие 10-го традиционного юношеского турнира под дзюдо на призы президента Федерации самбо и дзюдо города Севастополя, посвященного 230-летию города-героя Севастополя. Участников, судей, членов оргкомитета, почетных гостей, зрителей приветствовали Олег Лебедев, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный тренер России, а также олимпийский чемпион 2004 года в Афинах, трехкратный чемпион мира, чемпион Европы по вольной борьбе Эльбрус Тедеев. Спорный вопрос, который беспокоит многих. Останется ли борьба с олимпийским видом спорта и вольная, и греко-римская? И женская. Я думаю, три вида борьбы – женская, вольная, греко-римская – очень успешно прошли первый этап испытания. Из 25 видов из списка, которые претендуют в 2020 году быть включены в Олимпийские игры, мы пока в тройке – борьба, сквотч и бейсбол. Но учитывая, что наш вид спорта представлен в 210 странах мира, национальных федераций, а эти виды спорта, скажем, в 50 и в 60, то, ну и по большому счету, и те критерии, под которыми у нас такие испытания дали, не соответствуют. Я думаю, мы успешно продолжим борьбу за существование в Олимпийских играх. Президентом Федерации самбо-юзиодов Севастополя, мастером спорта Вячеславом Кривошейном, вручены почетные грамоты Эльбрусу Тедееву, Олегу Лебедеву и Вадиму Новинскому. Вадим Новинский, который также является мастером спорта по вольной борьбе. Это просто говорит о том, что данные люди, приезжая сюда на такие соревнования, они еще раз делают популяризацию видом спорта. Ну, скажу честно, неважно это. Самбо, дзюдо, бокс, вольная борьба. Самое главное, что такие люди политического уровня, они приезжают, уделяют внимание спортсменам, спорту. В соревнованиях приняли участие юные дзюдоисты из Белгорода, Тулы, Ростова-Великого, также Узбекистана, Киева, Луганска, Сум, Николаева, города Нетешина, крымских регионов и, конечно, города-героя Севастополя. Возложили цветы к мемориалу защитникам Севастополя к вечному огню на площади Нахимова представители команд. Девиз соревнований детско-юношеской спортивной школе «Чайка» – жить. А девиз федерации – здоровая молодежь, крепкое государство. Владимир Мелянский, Виталий Козловский. Программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова